И даю слово представителям Федерации России. Это неправда, что там учтены почти все наши требования. Данный текст – ничто иное, как попытка воссоздать в неизменном виде бывший совместный механизм по расследованию в случае применения химического оружия в Сирии – СМР. Россия неизменно подчеркивала, что такой подход не поддержит. СМР стал марионеткой в руках антидамасских сил и покрыл себя позором, вынесив без заслуживающих доверия доказательств обвинительный приговор суверенному государству. В американском проекте досконально воспроизводятся все порочные методы работы бывшего механизма. Новый механизм ввел бы расследование, как ему заблагорассудится, без оглядки на стандарты Конвенции о запрещении химического оружия. Это не имеет ничего общего с независимостью, о которой на словах пекутся авторы и ближайшие союзники. Мы знаем цену этой независимости. Это самая настоящая анархия и манипулирование. На всех этапах работы над американской инициативой мы настаивали, что генеральный секретарь ООН должен подбирать кадровый состав следственного механизма на основе максимально широкой географической представленности с его последующим утверждением Советом Безопасности. Посещение мест инцидентов и четкое соблюдение принципа последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательств должны быть не факультативными, а обязательными рабочими принципами. Совет Безопасности коллективным решением определял бы ответственность в том или ином происшествии с использованием химического оружия на основании достоверной доказательной базы, которая не оставляла бы никаких сомнений в верности выводов. Ничего этого в американском проекте нет. Авторы знают, что он противоречит российской позиции и не будет принят. Тем не менее, упрямо гнут свою линию. Ясно, что сегодняшний провокационный шаг не имеет ничего общего со стремлением расследовать происшествия в Сирийской Думе 7 апреля. Для первичного установления фактов не нужен атрибутивный механизм. Даже если представить себе невероятную ситуацию, что решение по его созданию сегодня будет принято, на формирование механизма и отладку его работы уйдет несколько месяцев. Установление виновных – это конечный элемент очень длинной цепочки действий. Я еще раз хочу при всех задать вам вопрос. Зачем вам механизм, когда вы уже назначены виновных до расследования? Вам это расследование не нужно. Ничего слышать вы не хотите. Не хотите слышать, что в Думе не обнаружено никаких следов химической атаки. Вы просто все это время искали предлог. Вот он и был любезно предоставлен провокаторами из белых кассок. Это все напоминает какое-то весеннее обострение. Ведь ровно год назад, в апреле 2017 года, все развивалось по похожему сценарию. Химическая провокация в Хан Шейхуне – ракетный удар. На самом деле авторы движены совсем иными приоритетами. Они как раз уповают на то, что решение не будет принято. Они хотят этого. Этот факт они положат в копилку доводов для обоснования силовых действий против Сирии. Вашингтонская администрация уже несколько дней держит напряжение международного сообщества, рассуждая о готовящихся важных решениях. Только вчера мы слышали, с какой тревогой говорила текущая эскалация, выходящая из-за предела Сирии, спецпослание генерального секретаря Стафан Демистура. Этим же мы знаем обеспокоенной генеральностью Старевым. Ясно, что под огнем пропаганды в очередной раз окажется Россия. Моя американская коллега будет старательно подсчитывать количество российских вето по Сирии. Не исключаем, что она взяла на себя капиталистическое обязательство добиться безрассудной политики США какого-то личного рекорда в этом отношении. Мы применяем вето для того, чтобы защитить международное право, мир и безопасность. И чтобы не дать вам вовлечь Совет Безопасности в ваши авантюры. Вы нам говорите, что мы кого-то покрываем. Мы находимся в Сирии по приглашению законного правительства для борьбы с международным терроризмом в соответствии с уставом ООН. А вот вы кого покрываете? Боевиков и террористов? Если вы приняли решение осуществить незаконную военную авантюру, надеемся, надеемся, что вы все-таки одумаетесь. Отвечайте за нее сами. А вы хотите использовать вброс сегодня этой резолюции в Совет Безопасности, которая долгое время лежала на полке, чтобы найти предлог? Вы сами говорили неоднократно об этом. О том, что если Совет не примет решение, вы сами будете принимать решение. Зачем вы целенаправленно подрываете авторитет Совета, выдвигая заведомо непроходную резолюцию? Об этом вам вчера многие говорили на консультациях. Призываем американскую сторону трезво взвесить конвертационный потенциал, одуматься и отказаться от голосования по своему проекту. Россия не может поддержать американский проект. Благодарю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова